Горводоканал приступил к масштабному строительству и обновлению сетей. 200 миллионов рублей потратят, чтобы проложить новые подземные трубопроводы. Причем работают без серьезных разрытий по современным технологиям. Город растет, приходится это учитывать. Не обходит стороной и частный сектор. На капитальный ремонт коммуникаций в зоне индивидуальной жилой застройки выделили 50 миллионов рублей. Эти деньги не в трубу, и это не прокол в переносном смысле, как землю прокалывают в смысле буквальном, увидел Александр Вяткин. Трубой диаметром почти полтора метра протыкают землю под Большевистской. Точный укол длиною в один километр. Эти трубы – кожух будущего коллектора. Их на семиметровой глубине вдавливает огромный домкрат. Позже внутри железного каркаса проложат трубы диаметром 1 метр 20 сантиметров. Автовладельцы едут по Большевистской и не догадываются о сложных инженерных решениях, благодаря которым дорогу не перекрыли. На дне ямы – вода. Ее могло быть больше. Неподалеку протекает река. Сделать вот этот прокол в сухих, так сказать, условиях, это, ну, для, скажем так, для специалистов – это не проблема. Здесь две основные проблемы – это очень большая глубина, до 7 метров, и плюс это русло реки. Сделали мы систему водопонижения. Тут работает 26 скважин, которые круглые сутки откачивают воду. Работа за делом на будущее. Без строительства нового коллектора дальнейшее развитие Октябрьского района невозможно. Деньги на создание этого участка канализации у Горводоканала от новых потребителей. Отдельная строка в расходах муниципального предприятия, капитальный ремонт и замена изношенных коммуникаций. На эту работу потратят 100 миллионов рублей. Руководство Горводоканала уточняет – из-за отмены 15% роста на тарифы ЖКХ не хватает денег на реконструкцию трубопроводов. Это отдельный вид работ. Средства найти все же удалось. 100 миллионов, которые мы сегодня реализуем – это средства нашего предприятия, направленные на капитальный ремонт. Деньги, которые нам выделит область – это деньги на объекты реконструкции. Маленько понять – разные понятия. Реконструкция, капитальный ремонт. И вот реконструкция – это как раз та составляющая тарифа, или еще их называли инвестиционная составляющая тарифа, которой у нас сегодня, к сожалению, нет. Самые слабые звенья в системе городского водоснабжения – коммуникации частного сектора. Михаил Поляков вспоминает, на улице Целинная порывы до глобального ремонта происходили регулярно. Здесь рвало, потом здесь копнули, здесь хомут стоял. Здесь также обошлось без глобальных разрытий. Трубы перекладывали бестраншейным способом. Делали точные проколы от одного колодца до другого. Установка, она прокладывает сначала штанги, стальные направляющие. Потом, в зависимости от диаметра, либо делается предрасширение скважины, либо сразу цепляется труба, непосредственно которая будет служить дальше водопроводом. И назначенную точку протаскивается. На соседней генераторной улице также заменили водопровод и уже заканчивают благоустройство. У новых коммуникаций и диаметр больше, и пропускная способность соответственно. Помимо этого установили пожарные гидранты. Установка колодцев на каждый дом и установка запорной арматуры. Это новая арматура, которая позволяет в случае какой-то аварийной ситуации отключить каждый дом частного сектора, что ранее до этого было возвести, выполнить невозможно было. То есть водопроводы просто были врезаны, слепая врезка. И нам приходилось в случае какой-то аварийной ситуации с износом труб отключать целиком улицу. Двадцать, тридцать домов. Новые коммуникации, как нити, оплели весь микрорайон индивидуальной застройки. Правда, специалисты едва не запутались в старых сетях. Сотрудники подрядной организации почти наугад искали трубы. Нашли. На время ремонта вода в дома поступает по временным сетям. Проблема подземных коммуникаций частного сектора сложилась исторически. Многие при строительстве домов прокладывали водопровод самостоятельно, неправильно выбирая материалы и не соблюдая технологию. Из-за этого порывы коммуникаций происходят часто. Теперь сети частного сектора горводоканал постепенно переводит на баланс. Только после этого возможен ремонт. Всего в ведении горводоканала в частном секторе порядка 360 километров подземных коммуникаций. Этим летом уже переложили около 4 километров труб. А за последние годы в частном секторе заменили почти 70 километров сетей. Самые проблемные участки. Александр Вяткин, Евгений Макаров. Новосибирская неделя.